Ну, начать разработку морского боя, так? Да. По сути, мы начинали фактически с миграции уже существующего проекта на Паскале в сторону Бетон, так? Да, там был алгоритм уже, который ревизовали там на Паскале. Я в целом посмотрел только видео с самим алгоритмом, мне было интересно реализовать, и уже начал делать, а потом в конце сравнивал с тем, что получилось там и у меня. Ну, и потом уже отрисовку следом делал. Ну, давай, на нашем канале есть записи алгоритма, обсуждения алгоритма, решения на Паскале, значит, сразу с места в карьеру. У тебя сейчас функционал ровно тот, который описан в паскалевской версии морского боя. Или что-то изменено, или что-то недореализовано по отношению к тому, что там есть? Почти такой же. Там есть один момент в плане, как я расставляю в массиве корабли. Можно было сделать... Точнее так, в алгоритме сначала заполняли поля вокруг корабля, и поля там, где должен быть корабль, минус единицами, а потом уже расставляли весь корабль. А я же здесь просто сравниваю и сразу ставлю, либо, ну, в моем случае, минус единицы, я девятками ставил, чтобы красиво было, либо ставлю уже сам корабль. То есть у меня это немного сложнее, получаются лишние проверки, вот эти, в плане, если алгоритмически, то тот вариант, который на Паскале, мне больше нравится. Но этот я сначала сделал, потом уже подумал, что позже переделаю. В принципе, несложно. Ну, хорошо. В общем... А дальше-то... Вроде так же, как и там было. Хорошо. Но с точки зрения человека опытного, окончившего бегуи, Эта задача легкая или она средней сложности? Вот если бы не было обсуждения алгоритмов, например, а ты сам делал эту задачу абсолютно, она к какой степени сложности? Вот сколько времени бы понадобилось, например, если бы с нуля, ну, по прикидкам, estimate? Хорошо. С нуля, в смысле, реализовать это? С нуля, значит, приступить вообще к работе и не обсуждая с кем-то, ну, то есть, начинать прикидывать это на бумаге самостоятельно. Вот от начала принятия решения, что давайте создадим нечто, до того момента, когда ты смог расставить корабли и отрисовать эти корабли. Ну, просто первоначальные такие задачи. Ну, здесь получается, что если... Так как морской бой-то в целом все знают, то часть вопросов решается само собой. И плюс здесь еще нужно учитывать с доступом к интернету или без, в плане с помощью гугла или нет. Или мне нужно было просто самому сесть и... Я думаю, доступ к интернету разрешен. Сейчас любой программист на любой работе имеет доступ к интернету в тех рамках, в которых он нужен для выполнения работы. Это, по-моему, даже не обсуждается. И то, что любой программист, ты, наверное, согласишься, рано или поздно вынужден снова и снова обратиться к гуглу, стейк оверфлоу и так далее для освежения своей памяти, для нахождения какого-то частного решения, частной задачи. Потому что упомнить все невозможно. Так, да, я согласен. Да, ну поэтому и я там копаюсь, и мои коллеги там копаются, и ты, например, там можешь копаться. Хорошо, с учетом вот этого всего, да, но все-таки не тыря чужой алгоритм, да, создавая этот алгоритм по известной тебе, ну, модели, по предметной области, да, вот эта предметная область, она тебе знакома. Так я прям даже и не могу сказать, но так предположительно я бы в два раза сразу умножил, учитывая, что могут возникнуть какие-то вопросы или там ошибки, и нужно будет их решать или придумывать что-то более эффективное, к примеру. Правильно. Вообще, вот я хотел бы здесь немножко затронуть для всех слушающих вот эту тему эстимейтов, оценки сложности выполняемой задачи. Как правило, где-то в начале происходит сбор требований, ну, то есть постановка задачи. А постановка задачи, она после формулировки требований или в процессе формулировки требований вырабатывается. Ну, когда формулируются критерии, функциональность, требования, которые будут к будущей задаче, да, она разбивается на определенное количество частей, и тут очень часто помогают некие системы ведения проектов. Это могут быть Jira, Confluence, это могут быть вот Trello, упрощенная система, которую мы с вами изучили. Там создаются отдельные таски, так называемый backlog или список to do. Ну, немножко мы об этом говорили, я повторяюсь так просто, чтобы акцентировать внимание сейчас на эстимейтах. Когда у нас получается определенное количество тасков, то в начале каждой итерации или спринта, есть такое понятие спринт или итерация, это определенные промежутки времени, когда мы решаем какие-то поставленные перед нами задачи. То есть это временной промежуток, когда проект, люди на нем занимаются чем-то, что было решено на этом проекте выполнить. Значит, из списка всех задач, которые в backlog есть в списке to do, ты, кстати, можешь, Александр, показать, что у тебя там есть, доска какая-то, ну, чтобы немножко ее снизить. Да, вот она как была. Да, здесь у нас в самом начале будем предполагать, что у нас есть только колонка с тасками, вот самая левая, с things to do, да? Ну, допустим, я перейду. Да, и когда мы начинаем приступать только, да, допустим, вот мы накидали это, как начальные требования перед самым первым спринтом или первой итерацией. Итерации по длительности могут идти, как правило, ну, там, две недели, три недели, ну, что-то вот в таком духе. Значит, мы из множества задач, тут у нас не сильно их много, но, в общем-то, мы должны решить, какие задачи мы будем решать в ближайший спринт. Это называется планирование спринта, так? Планирование текущей итерации. Значит, на каком основании мы решаем, если у нас много задач, что мы будем делать? На основании того, какие задачи первостепенной приоритета, то есть на основании приоритета задач. Мы должны выставить, получается, задачам определенный приоритет. Какие из них более важные, какие менее важные. Плюс, дальше, на основании каких еще вещей мы можем выбирать задачи? Ну, Александр, может, ты поделишься? Даже не знаю. Так сходу. Ну, наверное, на основании того, к чему готова наша команда. Просто если мы чувствуем, что у нас сейчас в отпуске находится такой-то человек, или у нас там, ну, что-то не закуплено, или часть людей, ну, в отделе тестирования или там разработки временно занята и параллельной работой, мы можем прикинуть, что те или иные задачи в ближайший спринт двухнедельный, например, мы сделать не в состоянии. Так? Тогда из множества задач, которые мы по силам сделать, с учетом того, какие ресурсы у нас будут доступны, с грамотной оценкой вообще сложности задач, мы можем прикинуть, что мы можем взять. Но, как правило, то, что мы берем на себя ответственность, мы должны будем это выполнить. Не всегда у нас получается в течение спринта выполнить все поставленные перед нами задачи. Иногда получается наоборот. Мы слишком быстро их выполняем. Но со временем, как правило, мы учимся правильно планировать, правильно эстимировать, то есть оценивать сложность задачи и правильно выбирать себе задания на ближайший спринт и оценивать свои собственные силы. Так? Хорошо. Значит, мы выбираем, в том числе с учетом ресурсов и с учетом приоритетов, которые перед нами стоят, те задачи, которые есть. Но с учетом эстимейта. Некоторые задачи бывают очень сложны. И на двухнедельный спринг, скорее всего, они выполнены не будут. Так? Такое бывает. Просто вот есть сложная задача, например, написать искусственный интеллект, там, как бьются клетки. И, ну что, приходится... На несколько делить. Да, приходится такие задачи делить на несколько. Вообще, если задача очень большая, есть термин у него. Epic называется такая задача. Внутри задачи Epic, ну это что-то эпичное такое, да, вот созвучное. Это большое нечто. В рамках этой задачи бывают таски. Ну и юзер-стори. Я сейчас не хочу вот в термины сильно уходить. Тот, кто хочет, он может разобраться. В общем, есть задачи более простые, что ли, есть задачи более глобальные. Если у нас не получается сразу выполнить, или даже нет понятия, как сразу выполнять более глобальную задачу, нужно еще осмыслить ее, то, как правило, в подготовке к спринту, в этом списке things to do, мы должны будем разбить сложные задачи на более мелкие задачи. И потом уже планировать выполнение этих мелких задач. И выбирать из этих более мелких задач, какие будут решены на этой первой итерации. При этом мы руководствуемся еще и тем, что мы получим на выходе после вот этой первой итерации. Как правило, вот сейчас мы говорим о методологии Scrum или методологии Agile. Александр, ты хочешь что-то сказать в этом отношении? Нет, по методологиям я не скажу. Да, хорошо. Смотрите, есть две основных методологии, два класса. Ну, разработки программного обеспечения. В принципе, это не обязательно разработка программного обеспечения, это может быть не в айтишных компаниях принято. Это подход к тому, как вести проекты, как планировать задачи, стимировать сроки, сдавать продукт, гарантировать его качество и так далее. Значит, первая методология – это waterfall. Waterfall – это классика, можно сказать. Waterfall был принят на протяжении длительного времени, многих десятилетий, в прошлом столетии, в начале этого столетия и до сих пор еще в больших компаниях тоже он используется. Что такое waterfall? Waterfall – это принцип разработки. когда мы сначала производим сбор требований на основании собранных требований и погружения в предметную область выяснения процессов, какие есть, ознакомления с ней. Вот этой задачей занимаются архитекторы, бизнес-аналитики, всякие дейта-аналитики, тимлиды и так далее. На основании, значит, этой работы строится некий дизайн, некое архитектурное решение, что мы будем делать, как мы будем делать, какие инструменты мы будем использовать, в какой парадигме мы будем программировать, какие фреймворки у нас будут востребованы, в том числе даже и требования к команде, к их требованию, к составу, к тестированию и так далее. Часто создается определенная документация. Значит, это первый такой систематичный, серьезный этап подготовки к разработке. На выходе из этого этапа создаются какие-то документы, которые описывают предметную область, диаграммы, может быть, какие-то собственные технические задания и так далее. Значит, после выполнения, после создания технического задания и составления неких моделей предметной области, как бы о будущих решениях, о будущем аппликейшене и его частях, создаются конкретные требования под конкретные задачи. Вот накидываются, например, здесь в списке ToDo уже задачи не для архитектора или дизайнера, а для девелоперов, ну и для QA-специалистов и так далее. Потом идет стадия разработки. Уже до нас все-все прикинули, значит, что надо делать, как надо делать, на каких серверах это все будет работать, какие библиотеки, языки программирования и утилиты мы будем использовать и так далее. И в рамках озвученных, получается, выработанных требований технического задания, в рамках принятого решения о том, с помощью чего, на какой платформе мы будем это разрабатывать, разработчики принимаются выполнять, реализовывать эту задачу. Создаются конкретные задания для разработчиков, чтобы они сделали конкретные вещи. Уже к этому моменту понятно, какие вещи им надо делать и как им надо их делать. Их задача сделать эти вещи. Ну и конкретно написать этот код. У тестировщиков задание создать набор тестов, которые будут потом проверяться, которыми будут проверяться разработанные приложения, его модули. После того, как разрабатывается некий функционал в ватерфольном, в ватерфольной парадигме, значит, идет определенный следующий процесс. Значит, мы деплоим разработанные ченги, ну, какой-то новый кусочек функционала на тестовый инвариумент. Тестовый инвариумент – это такой специальный сервер или группа серверов, машин, баз данных и так далее, где мы можем поиграться, потестировать наш функционал. Значит, мы релизим все, что есть, вот на этот тестовый сервер. При этом проверяются ошибки во время релиза, какие могут быть, ревьювится код до этого, создается вот этот дипломинг скрипты, так называемые. Об этом мы еще более подробно можем поговорить попозже. Ну, в общем, идет этап подготовки к релизу и, собственно, релиз на тестовый инвариумент. Когда будет удачно завершен релиз на тестовом инвариументе, у нас появится некая среда такая игровая, в которой мы можем потестировать наш продукт. Включаются тестировщики, QA-специалисты, может быть, пользователи иногда, которые проверяют качество текущего продукта. Потом, если ошибки какие-то найдены, то создаются баги, вот такие вот таски для разработчиков, о том, что то не работает, это не работает, вот такой-то функционал требует поправки и так далее. То есть накидывается с инкстуду дополнительные задачи, которые связаны с качеством продукта, полученную на последней итерации. Значит, потом, позже, когда программисты все это дело доработают и опять перерелизят, передеплоят в тестовый инвариумент, и когда в тестовом инвариументе наконец все тесты пройдут, идет релиз, деплоймент на настоящий продакшн инвариумент. Продакшн инвариумент — это то, где работает уже настоящее приложение, где уже не игры какие-то, ну, например, банковская система, люди получают какие-то кредиты, сдают свои какие-то деньги, или, может быть, сайт работает, и на этот сайт коннектятся там сотни, тысячи, миллионы настоящих людей. К этому моменту качество продукта должно быть уже проверено и так далее. Значит, на этом этапе все равно могут повторяться тестирования, как оно работает в условиях релиза на продакшн. Опять могут создаваться баги, баги могут уйти уже на основании отзывов от людей, которые нашли те или иные ошибки. Часто баги, которые выявлены на продакшне, являются первостепенными для исправления по отношению к тем задачам, которые пока в баглоге, в списке у разработчиков висят. Ну и после полного релиза на продакшн, после того, как там уже все развернулось, все прошло тестирование успешно, и зализаны все недостатки, программисты могут в отрывольные разработки приступить к какому-то новому функционалу. Начинать работать над версией 2.0 проекта, например, или начинать работать над другим проектом. Команда может делиться на части. Раньше, например, в команде работало там 10-20 человек над продуктом, но когда он зарелизен окончательно, то остается, как правило, несколько людей в суппорте, в мейтенансе, которые должны будут реагировать на что-то, подправлять что-то. Они должны разбираться в этой системе. Но, как правило, количество этих людей, оно уже невелико. Если вначале было 20 человек, то может потом остается 3-4 человека, которые вот суппортят этот продукт. Остальных там 16-15 человек переключаются на какие-то другие задачи, и весь цикл начинается заново. Надо узнать полностью список требований, выяснить, как бизнес-процессы, погрузиться в предметную область новой задачи, составить требования, описать будущее поведение и функционал системы. Потом это все поступит после этапа выяснения требований, составления каких-то первых документаций, диаграмм и так далее. Программистам, программисты начнут разрабатывать этот код, тестировщики начнут тестировать, потом это все будет релизиться на тест-энвариумент, возвращаться назад на разработку то, что не прошло, тесты на тестовом инвариументе, дорабатываться, опять передеплаиваться на тест-энвариумент, и потом будет уходить в продакшен, и опять будет тестироваться в продакшене, и опять будет исправляться. Короче, есть определенное количество стадий, через которые надо пройти. И в Waterfall на разработке, в самом начале, например, самая большая часто фаза, такая долгая, такая вот основательная, это сбор требований, погружение в предметную область, представление архитектуры будущего солюшена, ну, то есть аппликейшена, выработка, ну, куча-куча всего, значит, парадигмы, в которой мы будем работать, инструментарии и так далее. И бывает между началом сбора требований, когда вы погружаетесь в предметную область, и концом разработки, вот когда уже все зарелизено на продакшен, проходит период полгода, год, два года, ну, это в зависимости от проекта, но если проект не маленький, то сначала надо серьезно все узнать, все продумать, ну, знаете, как вот, например, построение, там, изобретение нового, там, двигателя, или, там, нового самолета, или какого-нибудь военного образца техники, какой-нибудь, сначала море чертежей, море погружения в предметную область, выяснение того, что есть уже, и что там неудачно сделано, составление требований к тому, что надо доработать, что новое надо создать, и так далее, а потом, когда основательная работа такая, теоретическая, часто, и с документацией связанная, созданная, идет разработка, ну, и потом в конце реализация, полностью весь цикл, может занимать много времени, противовес, waterfall, есть agile, agile, это попытка разработки, мелкими кусочками, это не тогда, когда мы основательно думаем, как надо это все сделать, как это надо все, вот, правильно продумать, каждый пунктик, чтобы ничего не упустить, чтобы окончательный будущий, наш продукт не был там, ну, с изъянами какими-то, что там, ну, чем занимается waterfall, в agile мы стараемся выкатить минимально рабочий, минимально жизнеспособный продукт за относительно короткое время, и чем меньше период, за который мы выкатим первый прототип нашего решения, тем лучше, вот такое требование, в agile мы можем, например, через две недели выкатить какой-то продукт, например, приложение, если мы про IT говорим, которое будет напоминать будущее решение, ну, например, в нем еще нету каких-то функций реализованных, так, потом позже на второй итерации мы смотрим, что у нас получилось хорошо на первой, что у нас не получилось, что нам стоит доделать, что нам нового стоит из приоритетных задач выполнить, и мы докатываем, допиливаем, доделываем еще что-то, и у нас получается чуть-чуть более совершенный продукт, с возможной некоторой подправкой его поведения по отношению к первой части, потом опять идет ревью того, что получилось, идет показ заказчику, смотрите, что у нас получается, вот этот прототип, он пока не функционирует в этом и этом отношении, но вот мы уже реализовали вот такие-то, такие-то функции, ну, и потом дальше опять, идет осмысление, смотрим, работает, не работает, что нам не нравится, решаем выбрасывать, что нам нравится, решаем дорабатывать, и в отношении тех задач, которые еще не сделаны, того функционала, который не решен, мы решаем, какие наиболее приоритетные из задач будут следующими реализованными задачами, и на следующий спринт, на следующую итерацию мы выбираем эти очередные задачи, значит, если спорить между этими, ну, выбирать между этими двумя парадигмами, waterfall, основательная, серьезная вот такая работа по анализу всего, выяснение всех требований, составление серьезной документации в отношении будущего продукта, его поведения, его свойств, и потом разработки, и потом тестирование серьезного, чтобы у нас не было изъянов ни в какой части, такой, знаете, гостстандарт, если сравнить это с waterfall, когда мы выкатываем постоянно все время недоделанный продукт, вот этот agile, это постоянно недоделанный продукт, но который потихонечку оформляется, и оформляется, и оформляется в свою, ну, как бы, окончательную форму, так, если их сравнить, то опыт показывает, что, как правило, если удачный проект, если он удачно прошел, то с помощью waterfall на разработке мы за меньшее количество времени по итогу выкатываем продукт, то есть мы просто серьезно, основательно сразу все продумываем, а потом уже разработка идет, и она уже идет по накатанным, продуманным рельсам, а если взять agile, то бывает часто мы на первом этапе недостаточно все осмыслив, выкатываем нечто какого-то уродца, который нам сильно не нравится, мы его прибиваем, решаем от этого уродца оставить только голову, а все туловище с ногами, руками прилепить новое, и получается на очередных итерациях в аджальной быстрой разработке не всегда, ну часто мы переделываем определенный функционал, то есть с точки зрения окончательного срока часто waterfall помогает, с точки зрения например денег, которые вкладываются в продукт, стоимости ресурсов человеческих временных, тоже бывает waterfall помогает, а agile он в силу того, что всегда все недостаточно продумано, ну не окончательно скажем так продумано, и часто подвергается переосмыслению, переделыванию, перепроектированию, в agile бывает дольше разработка, но, а еще плюсы например у waterfall это то, что мы можем отдельно иметь людей, которые разбираются в чем-то, вот у нас есть бизнес аналитики, вот шарит великолепно в этой части, вот есть QA специалисты, очень умеют хорошо тестировать программное обеспечение, среди них есть там в отделе тестировщиков manual тестировщики, вот а в этот тестировщик и так далее, среди программистов есть те, которые фронт-энд хорошо делают, те, которые в базах хорошо разбираются, те, которые бак-энд какой-то там веб-сайты могут клепать и так далее, всегда есть роли какие-то, роль архитектора, роль разработчика, роль тестировщика, роль человека, который деплоит код на тестовый или продакшеновский сервак, можно как бы выполняя свою роль узкую решать свою задачу, выполнять свой этап на проекте, так сделано в Waterfalle, большая махина, в которой есть место разным ролям, разным людям, где относительно много бюрократии, но вместе с тем такой какой-то системный подход, это классика вообще, так всегда было при планировании на многих предприятиях, теперь говорим про Agile еще раз, тут как правило надо за короткий срок выкатить очередное решение, но это очередное решение требует сначала продумать минимально, что мы там сделаем, в какой парадигме это будет, какие инструменты будут применены, значит, кто будет исполнителем этого всего, человек ушел один в отпуск, и значит, его надо заменить на кого-то другого, чтобы на протяжении этих двух недель все-таки новый релиз состоялся, релиз обязан быть каждый новый спринт, в конце спринта надо его выкатить, и неважно есть сейчас вот этот человек или сейчас этого человека, сам дизайн, сбор требований, вот то, что выполняет бизнес-аналитик, дата-аналитик, архитектор, он не разбивается уже в аджайле на эти этапы, ну, то есть, вот сначала долгая фаза основательного сбора требований и проектирования систем, нет, на маленький этап какой-то двухнедельный нам надо и немножко прикинуть, что мы реализуем, что мы не реализуем, и прикинуть полностью структуру базы данных, которая должна быть доделана, переделана для этой итерации, и разработку всю провести, и дипломент на тест, и потом даже на прот выполнить. короче, у нас сливаются в спринты как бы все те фазы, которые раньше были растянуты, может быть, на полгода-год. То есть, мы вместо того, чтобы один раз пройтись по этим фазам, мы по ним проходимся многократно в уменьшенном масштабе, делая как бы маленькие части этой системы. И тогда, вот если так посмотреть, даже через полгода, когда будет идти последний спринт, все равно будет какой-то дизайн, будет какая-то разработка, будет какое-то тестирование, будет какой-то дипломент. Опыт показывает, что разработчикам, ну, то есть, это такая парадигма, разработчикам в agile нужно уметь делать все. Они должны быть, такой термин есть, фулл-стэк разработчики, фулл-стэк девелоперы. Фулл-стэк это значит человек, который может закрыть разные моменты. Он не чистый базовик, который разбирается с базами данных. Он не чистый фронтендщик, который умеет клепать там фронтенд сайты, веб-странички и так далее. Он не чистый модулер, архитектор, бизнес-аналитик, который умеет поговорить с заказчиком и выяснить, какие требования описать документацию по этим требованиям. Один разработчик должен уметь делать все, поговорить с заказчиком, выяснить у него требования, где-то эти требования описать, потом как разработчик приступить к их реализации, выполнить, написать код, потом задеплоить этот код. Это все обычно разные роли на ватерфольном проекте. Потом задеплоить этот код куда-то на продакшн, на тест. Возможно, даже иногда выступать нужно в роли тестировщика, тому же самому человеку. И потом идет осмысление в конце спринта, что мы сделали, что мы не сделали, что мы сделали хорошо, что мы сделали не очень хорошо, что мы возьмем делать в следующий спринт, какие таски, и как нам надо их выполнить, чтобы избежать тех ошибок, которые были раньше. Agile это такая обучающая система, то есть такая парадигма, совершенствующаяся со временем. На первых этапах бывает блинкомом, что-то не очень удачно проистемировали, что-то не очень удачно реализовали, что-то слишком сложное, не додумались, что оно сложное, а захотели сделать первый спринт, а потом оказалось, это надо разбить на кучу мелких подзадач и уже выполнять их частично. Но со временем оценка сил более корректна, ну как бы подбирается, оценивается свои силы, более корректно набирается набор задач для решения, учитывается опыт предыдущих разработок и уже все катится довольно хорошо. Да, у Agile есть преимущества, так как на ранних этапах, скажем, через месяц разработчик и заказчик может посмотреть на то, что получается в прототипе и увидеть, что это фигня полная, ну что мы не туда идем, то можно просто пожертвовать одним месяцем или его частью, отказаться от чего-то или от всего вообще, что уже успели сделать и пойти какой-то другой дорогой. Но у нас получается, было потрачено какое-то относительно небольшое время, 1-2 спринта, на то, чтобы получить некий опыт, получить ощущение будущего кода. Если это ощущение неудачное, то значит мы можем ну как бы не очень большой ценой вот этого месяца пойти другой дорогой и как-то это дело переосмыслить. А если говорить про ватерфольную разработку, то там, если уже несколько месяцев дизайн делался там, и потом серьезная разработка идет, то это получается неповоротливая махина, она уже вот понимаете стала на какие-то рельсы, ее завели, у нее есть определенная инерция, есть куча-куча документов, регламентов, моделей, которые описывают, что вы должны сделать. Это предыдущая стадия этих бизнес-аналитиков и архитекторов создали. И уже разработчики катятся по поставленным перед ним задачам, вот они стали на эти рельсы и прут вперед. И когда уже вы увидите окончательный продукт, тогда, когда он будет зарелизен туда на продакшн, вы это дело увидите, например, через год или через 9 месяцев. А бывает заказчик уже разорился за этих 9 месяцев, отказался, решил, что у него были приоритетные задачи какие-то другие. Бывает просто продукт уже устарел к тому моменту, когда он выходит. Он выходит так поздно, и допилить что-то там в середине ватерфола очень сложно, потому что все регламентировано, все продумано, все уже создано так, как должен быть, ну, как было видение, каким должен быть будущий продукт. Ну, и поэтому в нынешнем быстро меняющемся веке, когда вот надо уже сегодня иметь, вчера еще надо было иметь вот сегодня какой-то функционал, которого еще у нас сегодня нету, и быстро подстраиваться, и вот конкурент что-то выпустил, а мы запланировали будущее, например, автомобиль, или еще без вот этой системы там полного привода, или вот этого вариатора, или еще что, без вот этого оформления этих плюшек, то мы можем потратить еще год на то, чтобы допилить этот автомобиль до конца, а уже сейчас понятно, что он выйдет, и он будет уже проигрывать, потому что вышло решение от конкурентов, в котором уже есть что-то, что мы даже не планировали сделать, и сейчас мы вот эту вот фигню, ну, не до конца спланированную, все еще только начинаем разрабатывать в ее процессе разработки. Waterfall в этом отношении неповоротливый, он слон в посудной лавке, а Agile Agile может подстроиться, давайте мы сюда накинем, давайте мы будем как бы новую ветку делать в таких вот условиях и так далее. Ну, вот, то, что мы сейчас с вами разрабатываем, это скорее Agile, так, мы накидываем определенные задачи, и мы точно не видим, мы не провели серьезного такого анализа, сбора требований, у нас нету полного видения будущего продукта, как он должен выглядеть, как он будет там, какими функциями будет обладать, сохранение игры, загрузка игры, игра по сети, игра против компьютера, ну, и так далее, и так далее, то есть, еще точно не знаем, как фронтенд этот будет выглядеть окончательно, мы можем что-то щупать, что-то пробовать, что-то выкатывать, да, вот в этом первом спринте, вот даже вот то, что висит вот здесь вот слева, вот это поле, создать модуль сикомбо дроу с функциями отрисовки пользовательской интерфейса, вот есть некий вариант того, как это может выглядеть, это первая попытка выкатить некий прототип будущего решения, который в начальных этапах мы вот так представляем, но когда будет создано это приложение, когда оно будет вот у нас, мы его пощупаем, потрогаем, посмотрим, но мы можем решить, не, надо, надо что-то вот тут доделать, размер увеличить, отступы какие-то, цвета какие-то другие, вообще как-то не так надо это кнопкой там нажимать, не с консоли это вводить, и мы потом будем допиливать, доделать, возможно откажемся от первых представлений о том продукте, какой он должен быть вообще, и у нас будет уже потом когда-то совершенно другой продукт, совершенно другими функциями по отношению к тем, которые мы представляли где-то, мыслили на начальных этапах, а что-то вообще, что мы сейчас не представляем еще и не продумали, оно еще просто будет продумываться, и потом будет потихоньку внедряться, ощупываться, как оно получается, не получается, сдаваться заказчику что ли, а потом переделываться, и рано или поздно у нас эволюционно разобьется в нашей методологии agile окончательный продукт. Вот, так вот в этой парадигме я немножко отвлекся в сторону, я думаю просто всем это полезно знать, потому что так сейчас разрабатываются в основном продукты, только в некоторых больших компаниях, ну вот вы попали в какой-нибудь Сбербанк, там, я не знаю, но что-то здоровое там в гугл попадете или куда, там может быть какой-то отдел, какой-то проект, который идет в ватерфольной разработке, но если маленькие стартапы, если бизнес, который конкурирует с другим бизнесом, а не монополист, у монополистов тоже бывают такие вот основательные и долговременные такие разработки, проекты, а там, где надо реагировать быстро на меняющиеся условия, там и разработка тоже идет, как правило, вот такая вот agile. Да, вот мы сейчас с вами сделали первый спринт, первый спринт наш закончился, этот спринт был назван условно или посвящен миграции с Паскаля на Питон, так, те задачи, которые мы видели когда-то в Паскале, мы их озвучили в самом начале этого спринта, да, мы их реализовали, вот накидали эти штучки, я думаю, если эти задачи реализованы, то мы там можем что-то передвинуть, по крайней мере, передвинуть в doing, да, Александр? ну да, они там были, да, ну тут я вижу, что в чек-листе есть каких-то два пункта, да, там и там, и один из этих пунктов выполнен, кстати, а что у нас там накинуто? А, я туда еще в логику закинул обстрел, поля, надо создать модерси Combat Logic, так? Да, ну вот это вопрос, вот реализовать логику обстрела поля противника для искусственного интеллекта, это легкая задача или нелегкая? Не делаем ли мы эпик из вот этого таска, так, ну вот из этого конкретного? Насколько легко реализовать эту логику, и какие будущие сложности, возможно, будут связаны с этой самой логикой? Возможно, логику надо будет дорабатывать, возможно, логику надо будет чем-то оптимизировать, возможно, для логики надо будет писать какие-то сложные юнит-тесты или какие-то другие вещи, и не очень удобно будет потом в будущем описывать все эти новые задачи, которые будут стоять перед разработчиком, перед тестировщиком в рамках вот этого вот таска, вот этой вот карточки. Ну, а вообще в отдельную задачу вы не будете? Да, я думаю, что это более такая капитальная, более самостоятельная задача, реализовать логику. Тут есть возможность выделить это дело вот тут вот в отдельную карточку, да, преобразовать в карточку, а это уже получается выполнено самостоятельно. Подожди, рано переводить. Как на проектах обычно это делает? Это девелопер думает, он говорит, я как бы сдал работу, но есть обычно проверяющие, есть код-ревью, есть, может, тим-лит и так далее, которые не согласятся, например, с тем, что это дело сейчас сделано. По большому счету, код должен, ну, как бы быть реально готовым к тому, чтобы мы его зарелизили, например, на тест-энварьемент и сдали на этом тест-энварьемент для там, ну, как определенный пройденный этап. Все, как бы мы отчитались, мы выполнили, вы там, тестировщики, тестируйте, а мы переключимся на другие задачи. Так. Обычно до того, как его передвинуть, кто-то опытный, условный Тимофей, он смотрит в этот код и как бы оценивает, все в этом коде хорошо, не все в этом коде хорошо, там, ну, давай откроем для отвлечения вот в сторонку кинтер, да, вот вы этот самый, ну, я имею в виду, да, вот это вот, и посмотрим, это хороший вот код или нет. Вот обычно это совмещается с коммитом. Когда мы делаем коммит в репозитории в гид вот этого окончательного продукта, значит, возможно, мы делаем собственно самостоятельный коммит, когда это фиксируется, эти ченджи, а мы делаем так называемый пул реквест. Пул реквест – это заявка на то, чтобы этот код проверил лидер, проверил кто-то другой, который имеет больше вес на проекте, больше опыт, который поставлен руководителем для данного конкретного человека и так далее. Ну и тот человек, он может посмотреть на этот код и, например, увидеть баг, увидеть то, что у нас не очень хорошо что-то с код-стайлом, с нейминг-конвеншенсами, может быть, что-то плохо реализовано, вот, например, в представлении у этого человека или оговорено было раньше на проекте, что мы должны разрабатывать это дело, скажем, объектно-ориентированном подходе, нам нужно создать там то-то и то-то. Мы вот сейчас смотрим в этот код. Этот код, конечно, что-то делает и что-то рисует, но сделан он, возможно, совершенно не так, как он должен быть сделан для того, чтобы он считался принятым. Так, мало решать какую-то задачу, вопрос еще, как именно вы ее решаете и как ваше решение потом впишется в этот проект, в остальную часть этого проекта, в то, что делают другие люди и в то, каким видится будущий функционал, пока еще не реализованный вообще. Ну и тут может быть как бы заворот такой и человеку может быть рекомендовано что-то доделать и так далее. Но я думаю, что мы сейчас не будем вот на этом останавливаться, мы будем эволюционно развивать этот стартап наш, «Морской бой», мы будем сейчас сдавать этот продукт и если мы когда-то придем к тому, что, блин, что-то мы сделали не очень хорошо раньше, то для нас это будет опыт, опыт того, какие шаблонные решения бывают, чем чреваты те или иные архитектурные просчеты, ну в плане построения нашего приложения по частям, в плане того, какие инструменты мы выбираем для достижения цели и так далее. Ну и этот горький опыт, который заставит нас, возможно, в будущем радикально переписать какие-то части, перепроектировать, перереализовать и выполнить заново часть, может даже довольно большую часть наших задач, это неизбежно тот опыт, который должен быть у любого разработчика, когда он, ну, в процессе его карьеры, понимаете, вот любой разработчик, он приходит, он джуниор, а джуниорами является в каком-то смысле, бывает и тимлиды, он до этого был сеньор-разработчик, он вроде делал все хорошо и даже самостоятельно, но управлять целым проектом, вести этот проект в определенное русло, понимать, отвечать за этот проект, выбирать архитектурное решение для этого проекта, что и в какой степени должно быть задокументировано, какие модели должны быть построены, что мы будем решать на этом спринте или на следующем спринте, такого опыта часто не бывает у человека, который до этого просто классно все кодил, так, и получается, что промахи джуниоров, промахи тимлидов, промахи QA-специалистов, промахи архитекторов и так далее, они все вместе могут сказываться на том, что рано или поздно мы будем что-то дорабатывать. И вот сколько живет программист, столько он учится. Учится собственно алгоритмам, учится библиотекам, фреймворкам, языкам, потом учится правильно, грамотно оформлять код, оптимизировать этот код, то есть на какой-то витке сначала надо хоть как-то написать код, да, ну, то есть решить эту задачу, хоть минимально освоить этот первый наш язык, питон, например, а потом на будущих стадиях, когда растет человек, ему надо писать не как-то, а качественно, и возможно не на одном только питоне, а вот тут на питоне, вот тут на джаваскрипте, вот тут SQL нам нужен, вот тут C-sharp используется, вот там еще там какая-то штука. И оптимизировать свой код, умудриться переписать то, что раньше было в 100 строчках через 30 строчек, вот, умудриться переделать код так, чтобы он сохранил всю свою функциональность, но при этом потреблял, например, в два раза меньше оперативной памяти и работал в два раза быстрее. Это совершенство программиста как такового. А потом, когда он совершенствуется до определенной стадии, да, то постоянно появляются новые вопросы. Ну, смотрите, я немножко сейчас обо всем рассказываю, но я думаю, это полезно. надо будет уметь управлять проектами, это такая менеджеровская ветка, да, а с другой стороны есть другая ветка, это надо уметь архитектурить решения, это надо иметь огромную такую, просто, ну, серьезную, основательную техническую подготовку, владение разными языками программирования, надо поучаствовать уже в большом количестве проектов, чтобы иметь возможность принять сейчас правильное решение для нового проекта, чтобы не завести этот проект, ну, на мель корабль, чтобы крушения у этого проекта не было, и не надо было возвращаться от неправильно принятых решений, на каких-то последующих стадиях назад, и переделывать это все это направление архитекторное такое, да, если про меня говорить лично, то я не очень хочу быть менеджером, потому что для меня менеджеры это скучная работа, да, я хочу быть архитектором, так, ну, собственно, я и дорос уже до архитектора, и одновременно я еще хочу быть тренером, ментором, это тоже определенное направление, одно дело вот разработчику уметь написать какую-то программу, знать алгоритмы, знать языки программирования какие-то, и уметь выполнить то, что перед ним ставят. Очень много, вот, может, 80% или 90% разработчиков у нас, вообще везде, толковые, они могут сами сделать код, но они не могут, например, объяснить этот код. И у них постоянное раздражение, например, что вот его спрашивают элементарные вещи, у него непонимание, как донести, ну, как объяснить человеку, новичку на проект, например, вот, ну, то, что реализовано, то, что ему надо сделать, передать опыт. А жизнь обычно не стоит на месте, одни люди увольняются, уходят, одни люди уходят на более высокие должности или просто на другие проекты, потому что они уже того заслужили, они очень опытные. И когда они уходят с проекта, на их место берут молодых, новичков, вот вы, возможно, придете когда-то на проект, так, и вы замените собой кого-то из опытных на этом проекте. и получается кто-то вам должен будет передать знания, должен будет вам рассказать, как этот проект, а этот проект может быть огромнейший, вот как этот проект существует, кто-то должен вам помочь, что ли, въехать в эту область. Если таких людей нету, которые могут помочь, то проект бывает рано или поздно приходит к серьезному упадку, когда два-три старожила, ну, которые на этом проекте все понимают, когда они должны волочить все, потому что кроме них больше никто сделать ничего не может. Есть карьеристы, которые специально это делают, не передают знания другим, а хотят, чтобы все от них зависело. Они такие бесценные, они такие уникальные, что они не могут в отпуск уйти, им обязательно там будут звонить, они должны везде присутствовать, они должны все контролировать, если они не прослушивают какое-то нововведение там и так далее, то вообще уже тогда никто ничего не будет сделать. Люди этим пользуются, пользуются для того, чтобы там зарплату себе повышать и так далее. Но это плохо для проекта, потому что бывают такие люди рано или поздно, они же карьеристы, уходят там, где им предложили немножко больше денег, и когда вот этих нескольких избранных не станет, то тогда уж точно проект похерится по полной программе. Ну и вообще люди такие высокомерные часто, которые других не учат, а хотят просто ну как бы, чтобы они были везде и всюду, затычка в каждой дырке. Если менеджер на проекте допустил существование вот таких вот людей, которые делают, которые перетягивают одеяло на себя, то это хреновый менеджер, может коррумпированный сам по себе, может договорился с этими людьми. Это менеджер, который ставит под риск вообще проект серьезно, что вот человек заболел, он просто реально может заболел. и никого нету, кто может выполнить эту задачу. Да, люди должны все-таки меняться, люди должны взаимозаменяться, и сам менеджер, кстати, тоже должен немножко шарить в проекте, чтобы не надеяться, что вот этот архитектор Мафея там или кто, он все это дело решит. Так, зачем ты выключил? Ты включи. Да. Да, это самое. менторы нужны, очень нужны люди, которые в состоянии знают предметную область, знают многое и готовы помочь другим людям на проекте, чтобы эту задачу выполнить. Поэтому вот так. Будем надеяться, что мы с вами выполним эти все таски, которые перед нами стоят. При том, что из меня реально получается неплохой ментор плюс архитектор. А вы будете исполнителями проходить стадии типичного джиньора. Хорошо, ребята. Давай, короче, будем считать, что мы закончили эту работу, хотя бы надо продемонстрировать ее. Давай, вот представь, что сейчас конец спринта и надо заказчику показать, что ты сделал, получается. А заказчик скажет добро, не добро, и мы выработаем, чем мы будем заниматься на следующей итерации. Хорошо, сейчас это еще показывает. Ну, заказчики часто вообще не технические люди. Нет, они столько, поскольку как-то знакомы с этим. Ну, вот они платят деньги вам всем, нам всем они платят. потому что, блин, ну, сами они создать это не могут, потому что они бизнесом ворочают, у них бабки есть, как бы, вот им надо программу, они хотят какой-то бизнес-план у них есть, как они потом будут пользоваться, использовать эту программу для своих, там, пополнения своих кошельков, понимаете, вот сначала создадим сейчас какую-то игру, а потом мы такие сделаем фишки в ней на вороты, что она станет популярна, мы ее выпустим на мобильной платформе, создадим веб-сайт, мы из разных точек позволим к одному сервису обращаться, мы там донаты сделаем в этой игре, например, заплатишь там 3 бакса и у тебя есть три хода дополнительных, не просто ты он, ты он, а ты ты он, да, ну, вот красота, так, вот, лепота, так, как, ребят, как, родные, вот, Антура хотел спросить, вот, ты зацени, как человек сделал, сколько времени понадобилось Александру Суми на эту работу? Ну, я вечером где-то полтора часа посидел, и часа три с утра. Ну, по мне это красиво, кто не согласится, блин. Вот, да, смотрите, вот это маленький продукт, он же сейчас еще не играет, правильно, он же сейчас просто расставляет корабли и рисует что-то, кстати, он расставляет корабли, вот эти вот. Да, я там, я получается кидаю, два раза выполняю ту процедуру, которая генерирует эти корабли, и подкидываю сначала один, потом второй массив, и он уже расставляется в оба поля. То есть, я перезапущу, здесь другие будут. Давай. Так, вот тут они преимущественно вертикально стоят. Давай посмотрим, раз, два, три, четыре, пять справа вертикальных. Ну-ка еще запусти, давай. Ну, тут уже по-другому. В принципе, такие-такие вываливаются. Корректно оно все время работает или нет? Ну, двух палубники, раз, два, три, два, трех палубника, один, четыре палубника, четыре палубника. Ну, вроде как, это сами. Да. Хорошо. Да, красиво. Так? Но пока, конечно, ничего не работает. Так? Ну, естественно. Программа не меняет своего размера. Я вижу, средняя кнопка задизейблена, значит, у тебя нету там возможности изменения. Так? Размера? Нет. Смотри, а если у меня, например, будет 4К-экран или, наоборот, 800 на 600 изображения, что тогда будет с этим самым с изображением? с картинкой нашей? Просто будет или крупнее или мельче, так? Да, будет не очень. Ну, вот, как по мне, сейчас достойное, ну, хорошее отношение рабочей области нашего окна с игрой по отношению вообще к экрану, к монитору. Хотелось бы, чтобы вот такая пропорция и сохранялась в будущем. Это значит, что если ты сменишь разрешение экрана у тебя или увеличится или уменьшится и надо это переделать. Ну, в принципе, я же здесь привязываюсь ко всему построению, к размеру вот этой клетки. Да, ее надо будет высчитывать, как... А лучше это разрешение больше. Да, ну, с точки зрения графического интерфейса, короче, одобрямсь, так, так, хотелось бы, чтобы у нас вот этот интерфейс был, ну, зафиксирован при любом разрешении экрана. Так? А Катя спрашивает в код посмотреть. Там ссылки были с утра, я могу писать. Да, ссылки есть. Так, хорошо, отлично, это самое. Я думаю, что мы на YouTube этот ролик повесим и ссылочку снизу на GitHub тоже дадим. Так? Ага. Ну, если кто-то будет смотреть это видео, то пускай при желании посмотрит код на Питоне, который решает вот эту самую задачу. Давайте поговорим, ну, то есть, у нас пока на Паскале то же самое было. Мы разбирали алгоритм расстановки кораблей, думали о том, как их там отрисовать, да больше ничего. Ну, то есть, имплементировали этот алгоритм. Будем считать, что первую задачу мы сделали и поставим себе, наверное, хорошо за то, что мы ее сделали. Так? Да. Что мы будем делать в следующей итерации? Давайте планировать следующую итерацию или следующий спринт. То есть, имитировать немножечко процессы, которые есть на реальных проектах. Значит, что мы сделаем в следующем спринте? Ну, я думал по поводу обстрела, как-то логику компьютера поведения. Я думаю, что логику компьютера пока рано делать. Нет, это мое мнение. Представьте, мы сейчас обсуждаем. Есть у нас девелоперы, которые вот это выполнили. есть, я сам себя назначу скажем, или в продакт-оунеры. Есть человек, который не выполняет это, но у него есть какое-то экспертное мнение. И по совокупности того, что скажет эксперт, что скажет заказчик, какие у него хотелки, и то, что может ну, как бы пояснить, предупредить о чем разработчик, потому что ему виднее тоже определенные вещи. Мы будем выбирать значит себе задачи на следующую итерацию. Ты говоришь о том, что можно думать сейчас про искусственный интеллект, про обстрел. А может быть можно зайти с этой стороны тоже. Смотрите, наша задача скорее всего, если мы идем в разработки agile, на каждой новой итерации выкатывать чуть-чуть более совершенный, чуть-чуть более приближенный к конечной цели продукт. Если компьютер где-то надо стрелять, то смотрите, а как это вообще все тестировать, как вообще замечать разницу, что мы двигаемся вперед, как вот начинать в наше приложение добавлять новый функционал. Получается, вот сейчас мы, например, мышкой туда куда угодно тискнем, ничего не произойдет, правильно? Ну, то есть, он не реагирует на пользователя, так я понимаю? Да, он не позволяет ни пользователю расставить корабли, вот нету этого взаимодействия с пользователем мышки-кликательного, он не позволяет играть против компьютера, тыкать там в область, ну, там, чтобы, например, сначала было все закрыто, а потом начинались вырисовываться там крестики ранены, убиты, там окружились точками все эти области. Короче, у нас пока взаимодействия с пользователем нету никакого. Ну, искусственный интеллект, это, конечно, хорошо, но, опять же, не имея взаимодействия со стороны пользователя, а все время перезапуская эту программу, то есть, мы какую-то анимацию можем сделать, но это как-то, я думаю, что вот заказчик, у него там определяющая хотелка, да, на основании которой уже вырабатывается что-то. Заказчику хочется движения вперед и ощущения того, что этот продукт развивается, что он оформляется во что-то финальное. У нас сейчас не стоит задача написать некого бота, ну, artificial интеллекта вот этого, интеллигенса, который борется в чужих каких-то программах или там, ну, там вот как сервис какой-то функционирует. У нас задача все-таки создать этот продукт. Заказчик хочет, чтобы что-то уже можно было делать вот после следующего спринта человеку. Давай, например, заказчик хочет иметь возможность самому расставить корабли. так, а чтобы их расставить, то есть, как это расставить самому корабли? Надо, например, слева иметь список кораблей, которые надо расставить, и он перетаскивает эти кораблики на поле и ставит их куда-то. При этом, ну, то есть, я уже сейчас начинаю оговаривать требования, да, при этом, получается, если один корабль залазит на второй корабль, то надо, ну, как бы, система сигнализировала, например, одна из палуб, которая касается другой палубы, она там подсвечивалась красным цветом, а остальные синим, ну, то есть, и не давала возможность поставить этот корабль. Понимаешь, о чем я говорю? Да, понимаю. То есть, у нас пока нет четкого, четкого поведения, ну, то есть, описания, как это должно полностью выглядеть. Заказчик часто не имеет тоже полного представления, как это должно выглядеть. И Agile тем хорош, что мы просто будем потихонечку выкатывать нечто и показывать, и обсуждать, хорошо получилось или нехорошо. Если что-то нехорошо, то мы будем на новом витке, на новом спринте, мы будем снова дорабатывать определенные вещи. Ну, и так потихонечку у нас продукт будет оформляться. Так? Давайте пока так. У нас одно поле, например, правое, пускай показывает то, что поставил корабль, а левое поле мы будем выбирать сами. Значит, надо иметь возможность перетаскивать мышкой корабли, расставлять их здесь и не допускать, контроль должен быть со стороны, получается, ну, системы, что ли, ядра нашего приложения. Затем получается реально правильный морской бой или не получается. если он не получается, пользователь неправильно хочет поставить, значит, надо пресечь эту попытку. А хорошо, имеет смысл, допустим, если я же щелчком мыши, допустим, беру корабль и просто не отпускать тем же курсором этот корабль, допустим, хочу сюда трехпалубы поставить, все, она держится пока на нужную позицию не принес. до тех пор, пока он, например, не стоит в нужной позиции, не имеешь возможности второй раз нажать на кнопку типа опустить. Ты первый раз нажимаешь и хватаешь как бы магнитиком, прилепил к курсору мышки корабль, водишь этим кораблем по всему полю и у тебя там как бы то с синеньким подсвечивается, туда можно поставить, то с какими-то красными элементами, что нельзя. Если с синеньким, то ты еще раз нажимаешь и ты опускаешь, фиксируешь этот корабль, ты его ставишь. А если красненьким, то сколько не нажимает тебе пи-пи, ну как бы нельзя. Да, вот что-то в этом духе надо попробовать реализовать. Ну вот это тебе задача на следующий спринт. Сколько будет следующий спринт? Обычно спринты на реальных проектах две недели. Я как вспомогательную задачу уже как архитектор, смотри, эту хотелку я выразил как заказчик, так? То есть, ну, то есть как продакт-оумер, например, как человек, который рулит проект в нужное русло. Но на обсуждение того, что будет в следующей итерации, планировании итерации, обычно присутствует много людей. Присутствуют тестировщики, присутствуешь, вот ты как разработчик, присутствует заказчик, заказчик сказал свою хотелку и тут вставил слово архитектор. так вот, я как бы другим голосом говорю, что смотрите, уже понятно, что когда мы будем расставлять, пользователь будет расставлять корабли, система должна проверять, можно поставить этот корабль или нельзя, так? Логично. Поэтому я бы хотел как архитектор, чтобы у нас появилась функция проверки, корректности расположения кораблей на шахматной, на поле вот этого морского боя, при условии, что либо все корабли стоят, либо даже не все. То есть мы допускаем неполную, неполный комплект всех кораблей на шахматной, ну блин, почему-то все время на поле, так? Но мы должны выдать true или false наша функция должна типа из-вэлит расстановка или нет, Она должна это дело сообщать. Этой функцией можно будет потом пользоваться в событиях обработки мыши, ну вот это пользовательское интерфейсо, чтобы когда человек хочет опустить этот корабль, она примерила то положение, которое сейчас выбирают пользователи, если его разрешить, это будет корректная расстановка кораблей или нет. Ну а по финалу мы всегда можем в будущем приложении, ну как бы компьютер будет играть против человека, так? Или против другого компьютера. И мы хотим, чтобы наш оппонент не мухлевал. Ну если мы играем против другого компьютера, например, так? Да. Да, чтобы не мухлевал, это если мы бьем, бьем и уже увидели, что что-то как-то там корабли буквой Г стоят или пересекаются крестом. Или там пятипалубник какой-то, все его ранишь, ранишь и никак не доранишь. Что это неправильно. Поэтому эта функция пригодится нам еще в будущем. Значит, как хотелка со стороны пользователя, он говорит про интерфейс, да, про окончательное нечто, ну то есть вот, что видно во фронтенде. А что будет там в бакэнде, вот эта функция проверки валидности, это требование тебе дает тимлид или там архитектор, да? Значит, задача такая, написать функцию проверки валидности расстановки кораблей. У нас уже есть сейчас проверка валидности, можно ли поставить корабль в какое-то место, да? Но это мы хотим сейчас, чтобы у нас поле оценилось целиком. Проверки валидности расстановки кораблей на поле, проверка правильности расстановки кораблей на поле, что их нужное количество, нужных палубов, палуб нужное число, никаких лишних там семипалубников нету, никаких буквы Г нету и так далее. То есть вам дают поле, вы говорите валидно или нет. Реализовать возможность расстановки кораблей вручную. Для того, чтобы лучше, качественнее подойти к задаче, вот эту таск, реализовать возможность расстановки кораблей вручную, надо сделать, надо дооформить. так. То есть неплохо бы накидать в какой-то модели, может в кинтере, может в графическом редакторе, может еще где-то, можно в графическом редакторе. Просто представление о том, как будет выглядеть вот этот будущий интерфейс нашего приложения, где можно будет выбирать корабли для расстановки, перетаскивать их, где будут валидные кейсы, невалидные кейсы. Понимаешь? Да, понимаю. Короче, не надо писать сразу программу, а надо написать образец, как будут слева выглядеть или сверху, или где там вот эти корабли, которые ты будешь хватать мышкой и перетаскивать. Как будет выглядеть поле в тот момент, когда ты мышкой будешь водить по нему и думать, куда поставить корабль. И, например, будет залазить какая-то клетка на плохую область. Ты просто нарисуй, как будто скриншот сделан в этот мгновение. несколько картинок и внутри этой задачи у тебя будет чек-лист. И в этом чек-листе ты будешь описывать, например, не позволять там, ну, в смысле, отношение графики, как оно должно, юзер-интерфейс, реагировать на различные случаи. Ну, и будешь описывать поведение тоже. Значит, что значит реализовать возможность. Вот это реализовать возможность, это совокупность проверок и совокупность каких-то ивент-хендлеров, обработчиков событий, так, и совокупность каких-то графических элементов, что ли, юзерского интерфейса. То есть накидай сейчас чек-лист, который будет там, внутри этого таска, реализовать возможность расстановки корабля вручную и накидай туда каких-то в редакторе созданных скетчей таких вот, ну, набросков. Как может выглядеть этот интерфейс? До того, как ты начнешь реально кодить, ты тратишь один день на то, чтобы в графическом редакторе поработать и, может быть, на ранних этапах тебе дают совет. Нет, давай, чтобы это не так выглядело, давай, чтобы вот так вот. А потом ты уже, когда это будет одобрено, ты начнешь это дело разрабатывать. Окей? Да, да. Да, ребята, короче, вот мы сегодня прошлись немножко, да, я думаю, может быть, для первого видео, чтобы оно не было слишком большим, этого достаточно. Посмотреть код, опять же, можно будет по ссылке на гитхаб, но я думаю, что полезно то, что мы обсудили многие вещи, как они делаются на серьезных проектах. Так? Антон, я не знаю, будешь ты участвовать, не будешь ты участвовать в этом проекте, с тебя все начиналось, так? А сейчас, я не знаю, как бы, вот человек берется, а у тебя времени нет. Если ты можешь в чем-то участвовать, давайте проэмулируем работу нескольких разработчиков на одном проекте. Несколько разработчиков должны делить между собой обязанности, должны коммуницировать в плане того, что от кого там зависит и так далее, должны вырабатывать какой-то общий стиль программирования, чтобы наш проект вообще не превращался в бардак. Ну, когда один пишет в таком стиле, второй пишет в таком стиле, потом это все в репозитории сложилось, и потом тот, кто смотрит в этот код, вообще никак не понимает, что как бы шизофрения была у разработчика, что он то так подойдет, то это так. То есть, это очень тоже грамотный навык умения работать в команде, умение коммуницировать и умение быть ответственным за то решение, которое, в смысле, за ту часть задачи, которую ты выполняешь. Вот, например, надо будет Антону что-то сделать, а Александр будет зависеть от этой задачи. Антон не выполнил и подставил Александра. Так? Ну, Александр, например, взял и выполнил все полностью самостоятельно, по-увертаймил и сверх нужной работы выполнил что-то. На проектах обычно не то премия, не то овертайм, это дополнительная заработная плата прилетает одному и выговор или увольнение идет другому за то, что как бы он не выполняет свою работу. В течение этой недели все остальные доделываем свои проекты, те задачи, которые перед вами стояли, посвящаем эту неделю рефакторингу и оптимизации. В общем, неделя под лозунгом оптимизации и рефакторинга проходит. Так? Наша задача создать минимально рабочий какой-то проект и одновременно достаточно качественный. Я думаю, что, ну вот как ментор сейчас выступая, вы эти проекты, которые в гитхабе будут лежать и может быть эти доски трела тоже к ним уважительно отнеситесь, вы это сможете показать когда-то в будущем на своих собеседованиях. И даже если вы не покажете это на собеседованиях и каким-то чудом вы без всего этого попадете на работу, это реально полезный опыт доводить проект до конца, проходить через различные его стадии. Так? это будет вам полезно для того, чтобы вы становились таким мочуя как программистом. Все, а начиная со следующей недели мы начнем кроме питона изучать еще базы данных. До свидания на сегодня. Да, до свидания.